Мур, привет друг, это Зверько. Давай разберем изменения Натальи. Ей изменили пассивку и ульту, поэтому есть две новости, хорошая и плохая. Начну с плохой новости. Кажется, разработчики ополчились на невидимость и теперь Наталья, приближаясь к противнику, теряет невидимость и становится целью. Но она не теряет возможности атаки из тени. На некотором расстоянии противника предупреждает восклицательный знак, а если Наталья приблизится еще, то она появляется в обзоре полупрозрачной. На нее агрессивничают даже крипы. Примерно на этом же расстоянии у нее срабатывает автоатака из тени. То есть теперь бродить средь персонажей, не имеющих АОЕ навыков, не получится. Поймают и дадут леща. Поймают и дадут леща. Музыка Музыка Ульта. Вот изменения тут прекрасные. При нажатии Наталья моментально уходит в невидимость и может атаковать из тени. Более того, ульту можно применить дважды, а это значит три удара из тени. Вдобавок ульта перезаряжается за 15 секунд, что делает Наталью крайне опасной. Такая ульта была бы крайне имбовым навыком, если бы не было нерфа пассивки. Кроме того, на момент написания сценария пришла обнована тестовая 1.4.50 и в ней пассивки уменьшили урон базовой атаки и скрытности с 450 до 300 и уменьшили бонусы от предметов с 90 до 80%. Вдобавок, если купить на Наталью маску невидимости, то она банально не уходит в невидимость. Бак или фича не знаю. Лично мне кажется, круг обнаружения слишком большой. Теперь это мало похоже на невидимость. С другой стороны, Наталья получила плюс 2 атаки с подскоком и внушительным уроном. Что же, будем ждать ее выхода и посмотрим, что получим в конечном итоге. На этом все. Подписывайся на канал и удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok